Всем привет, друзья! Передо мной Nissan Leaf 2013 года, старый, сох, сейчас посмотрим, меньше 50 процентов. Заряжен был ночью до конца, на улице тепло, пока 17, но это в теньке, где-то 20 градусов утра. Значит, хочу проверить, сколько он может вообще выжать в самом тошниловском режиме. Мне нужно доехать, будет далеко на этом Leaf. Вот, и хочу из него выжать максимум. Сначала я буду выживать, выжимать из него максимум на штатном прошивке, то есть ничего не меняя. Все штатное, колеса штатные, батарея штатная, все штатное вообще. А потом я буду использовать конмост на штатной же батарее, попробую зарядить его подольше и выкатать как бы побольше. Я так полагаю, что конмост мне сможет выкатать из него побольше. Коротко, колеса я накачал вчера до 3.0, это штатная резина, в общем, то ее, по-моему, называется. Смотрим, что у нас в поливспае, машина заряжена до конца. Вот, 395,5 вольт, среднее напряжение 4.12, ремейн 10.7, а сох 48.8. Вот, собственно, умирающая шестая палка, скоро будет 5 палок. Вот такая вот машина. Значит, сбрасываю я все показания. Средняя скорость. Долго жму, тогда все показания стерлись. И 3.0, прошу. GPS я не буду засекать, я думаю, что здесь одометр примерно правильный. Да мне, собственно, и не надо сравнивать там абсолютное значение километров. Мне главное сравнить относительно, что я смогу выжать из конмостта. Ну все, я поехал по Бердскому шоссе. Туда-обратно буду кататься, там от метра до Академгородка. Посмотрю, что смогу выжать. Порисовать каждые 10 километров. Вот проехал 10 километров. Эффективность такая большая, потому что с горки Академгородок наверху находится. Вот, что там по Ливспаю? Ливспаю. Такое напряжение 388, средняя 4.05, а ремейн 10.6. Ну все. Вот проехал очередные 20 километров. Прогнозометр 95. Пишет как раз на развязку метра выехал. Отлично. По Ливспаю. 387,5, а средняя 4.03. 9.6 ремейн. Еду дальше. Поехал еще 10 километров. Такой прогноз, такой расход. Это не так интересно. Главное, какое напряжение. Напряжение 384,2. 4.0, или 3.999, средняя ремейн. 9.4. Все, я продал. Нет, ремейн 9. 9.8, с половиной. Еду дальше. Так, проехал почти следующие 10 километров. Да не почти, а точнее. 40 километров. Как раз разворот на Морском проспекте. Классно. Так, смотрим, что у нас. Рекупер включает. Круиз. Немного неудобно. Так. Смотрим по Ливспаю. Ливспаю. 381,8. 3975. Ремейн. Ну, ремейн не так интересен, на самом деле. 7,8. Потому что с конмостом он будет по-другому. Самое важное здесь напряжение. А нет, 387. Вот какое-то напряжение. А, уже варьируется. Ясно, еду дальше. Ну, вот я проехал 50 километров. Температура 21 градус уже. Давление в шинах там 2,9 уже поднялось. Было 2,7. На самом деле я накачивал 3,0 в теплую погоду вчера вечером. Так. Посмотрим, что здесь 62 процента. Средняя скорость 39. Вот такие показатели. Ливспай. 3,0 вольт под нагрузкой легкой. Ремейн 7,3. Вот здесь 62 совпадает с приборкой. Прикольно. Ладно, еду дальше. Первый раз на развязки километра проехал. 60 километров проехал. Расход. Так и держится около 14. Полиспай. Посмотрим сейчас, что будет. Полиспай. Такие числа. Ремейн 6,1. Все. Продолжаю движение. Так. Ну вот. Я подбираюсь к отметке 70 километров. Только что отскочила 50-процентная процент. Это означает, что больше, чем 140 километров я вряд ли проеду на штатном лихе шести палочном. Почти пяти палочном. Смотрим, что полиспай у нас. Полиспай 378. 3,95. Сейчас обновиться, подождем. 3,95. Да, вроде бы еду на пруизе 50 километров в час. По спидометру. Такой ремейн. Сейчас рекуперация идет. Заборочка. Все. Проехал еще 10 километров. Уже 80. Круиза 50. Капература повышается. Все нормально. Еще 40. Прогноз. Значит, я еще кружочек сделаю. Смотрим, были в спай. Сейчас обновиться. Тут забавно. Тут рекуперация, поэтому сборки небольшой. Поэтому здесь 380 по-прежнему напряжение. Не очень это показательно. Сейчас снизится. Ремейн. Ремейн. 5,2. Вот, вроде вравнивно вышел. Сейчас включится. Будет где-то 375. Да, 3,94. Такие дела. Загорелась лампочка низкого заряда. Проехал я 90 километров. Придется остановиться. Матвейка. Топорчик. Так, смотрим, были в спай. Что у нас? Загорелась лампочка, да? Значит, уточал. Скорее всего, 50 гитсов. А, нет, не 50. Да, 50 гитсов. Все правильно. Вот, 49 гитсов. Лампочка загорелась. Так, 3,9 киловатт часа. Вот такие напряжения. Вот как раз в покое установился. Сейчас посмотрим. Сколько это в покое? Ну, это же. Какие духовые аккумуляторы. 3,93. И уже лампочка, говорит, 3,91. Да, странно. Ехал я, наконец, за 100 километров. Вот такие дела. 50 километров в час круиз. Нормально. Посмотрим, что у нас тут. По показателям 29%. Средняя скорость почти 40. Очень хорошо. Вот. Ну, а какие у нас 13,6? Так. Здесь. Здесь напряжение 372. О, видны ячейки попарно. Были видны. 387. Киловатт часов. Сейчас обновится. 3,2. 10 километров пройдено. 22. Так, начал появляться разбаланс наконец-то. 35 милливольт. Видно, что уже проявляются некоторые холмики. И под нагрузкой столбики появляются. 368 вольт. Так. Здесь 2,2 ватт часа точно еще есть. Еще 30 километров, наверное, проеду. 20 точно проеду? 30, не знаю. 20 точно проеду. Так, проехал 120 километров. Сейчас по Академгородку свернул. А то там пробка на Бердском. В пробке не хочется стоять. Не показательно. Так, смотрим, почему у нас. Здесь уже прочерки на пробеге. А на этом еще пока 16%. Скорость, конечно, чуть-чуть ниже. В городе быстро не поедешь. Вот такие показатели ли в спальне. Уже 3,77. По идее, это должна быть серединка. А это уже как бы конец. Ниссан считает, что это уже конец. 1,8 киловатт часа. Еще прокачусь. Вот 10 километров. Блин, пока не мы долго мотать. Наверное, выйду сейчас до Ельцовки. Прокачусь и обратно. Я проехал 130 километров. Поворот сейчас будет на Матвеевке. Там развернусь. Поеду домой. 14%. Чуть прям удивительно много остается. 13,4 снизилась. Так, смотрим, что у нас здесь. Здесь вот все хорошо. Мне нужно разворачиваться. Так, ну что-то проценты очень мало уходили. Только сейчас 10 стало. Решил я еще кружочек сделать. От Ельцовки до Матвеевки. Короче говоря, проехал 140 километров. 10% осталось. Прочерков даже еще нету на батареечке. Вот такие дела. А в Лисфае, это вообще красота. В Лисфае я вообще не понимаю. Только-только начинается разбаланс. Вот 33-35 милливольт. Шикарно. Напряжение 377. Откуда оно там делось, я не знаю. Но такую батарею еще и только разряжать и разряжать. Плохо, если Лисфа на остановится. Так, а по ремейну, ну вот 1-1,2 киловатт часа. Остался точно 1 киловатт час. И судя по всему, я проеду еще 10 километров. Крайне мере, я в 8 километрах от дома. Так что мне придется проехать. Вот такие дела. Так что, скорее всего, 150 преодолею. Сарешил через 5 километров снять. Блин. Вот тут разбаланс уже стал проявляться посильнее. Да, тут уже разбаланс стал проявляться. 1 киловатт час, 15 киловатт. Вообще, можно ехать 10 километров точно. А нет, 0,9. Ну вот, я въехал в Академгородок. Даже объехал пробку лишние 3 километра. 150 километров проехал я. Все нормально. Прочерки везде. Говорят, сейчас посмотрим, что Полиспай. Ну, Полиспай, вот как раз заодно на светофоре. Сейчас в режиме покоя посмотрю. Все, остановился. Порядка 100 милливольт в режиме покоя. Ну, вот 120, да. Видно, что ремейн 0,4, 0,6. 0,5. Ну, все, сейчас оставшиеся там 3 километра доеду до дома. И будет нормально. Главное, что 150 я проехал. Удивительно, очень удивительно. Ну, вот придавишь чуть педаль. Сразу разбаланс большой. В 51 километре загорелась черепаха. И потом ограничилась мощность. Видно, что у меня один шарик только. Прям мощность реально ограничилась. Хотя я еду 40-48. В 152 километрах у меня вырубилась нейтраль. Блин, до дома не доехал. 500 метров. Сейчас скинем аккумулятор. Посмотрим, какой будет разбаланс на самом деле при вот этой... при вывода нейтрале. В общем, если вообще будет работать или вспомнить. Он, кстати, может еще и не работать. Ну, вот я не уверен. Нет, вроде работает. 4 гидсы, да. Вот такой разбаланс на моей батарейке. 48-49%. Ну, что, показатель хороший. Очень даже хороший. 152 километра я проехал. Это удивительно много. С эффективностью... С эффективностью... 13 ровно. То есть, эта емкость получается больше 11. Точно посчитаю потом. Показатели я домой доехал. Пришлось еще два раза скидывать клемму. Такой разбаланс. Нижнее напряжение 3,5 вольт. Можно было бы еще разряжать эту батарею. Но, ниссан не дает. Не дает... 0,2 киловатта саримейн. Ага. Такие дела. Проехал я примерно с... Ну, да, 152 километра. С эффективностью 13. Так, ну вот. Второй день наступил. Сегодня буду проверять, сколько проедет эта же машина с этой же батарейкой, но с подключенным конмостом. Вот я подключил конмост и фигурировал более-менее. Единственное, что не смог я заставить зарядить у вас до 4,2. Посмотрим, до скольки она зарядилась. Сейчас. Посмотрим. По-моему, до 4,15 нужно зарядиться. Все равно чуть-чуть выше, чем штатная. Смотрим. Да, вот 397,5 вольт. Чуть-чуть больше, чем на штатный. Ну, я надеюсь, что она даст разрядить больше. Вот на это основная надежда. Килочасов здесь, получается, 11. Вчера я проехал 152 километра с эффективностью 13. Это, получается, 11,5 килочасов. Ремейн был, как бы, не очень правильный. Вот. Забавно замутил опрос на нашем форуме. Видно, да? Что основной народ считает, что меньше 100 километров я проехал бы. Можно выжать из лифа. Кто-то считает, что 100-110. 7 человек по приколу, видимо, написали. Больше 181. А вот один человек считает, что 131-140. Ну, 151-160, это я кликнул. Так что, ну, так вот. Ладно. Поехал я. Сбрасываю все показатели снова. Вот. 91% действительно. Машина думает, что машина не заряжена. И палка не заряжена последняя. Потому что я ей сказал заряжать до 405, что ли. 403. Но она не хочет заряжаться. Не знаю, почему. Надо у Романа спрашивать. Ладно, все, поехал. Первые 10 километров. Опять эффективность большая. Все нормально, как и в тот раз. Кстати, заметил, что условия те же вообще идентичные. То есть вот эти два дня, они по погоде идентичные. Погода одинаковая, солнечная, теплая. Тоже рабочий день. Так что пробки те же. Прекрасно. Еду по тем же дорогам. Смотрим, что там у нас получается по F-SPAI. Если F-SPAI в этот раз будет немножко дольше. Потому что он обновляется дольше с Convast. Так что придется ждать чуть-чуть подольше. И ждаться, что это правильно. 389.8. Да, вот сейчас правильно. Видно, что еще SOH ровно 50 на 0. Это я сам нарисовал. Батарейку я указал 70 АЧ. А SOH поставил 50, чтобы... Ну, чтобы машина как бы думала, что рекуперация более-менее нормальная. И не всегда открывалась рекуперация, чем 100% SOH и маленькая емкость. Так. Все, что-то здесь больше ничего интересного нет. Здесь ремейн 9.1 уже куда-то летний. Исчезло 2 кг. часа. Еду дальше. Как и вчера, на развязке у метра 20 км. Если буду ехать точно так же, то все точки будут в тех же местах. Замечательно. Можно будет также сравнивать эффективность, которую я проехал. Я полагаю, что сейчас чуть-чуть больше эффективность, потому что в начале у меня было доступно много рекуперации. Я там с Лаврентьева спускался и рекуперировал вместо того, чтобы тормозами тормозить. Так, смотрим. Сейчас здесь у нас... Да, тут сейчас тоже будет рекуперация небольшая. Под 390 вольт. Ремейн 8.5. 40 км. К сожалению, не на том развороте развернулся. Блин, на университетском перепутал. Ну да ладно, я думаю, что это не принципиально. Смотрим по листу. Смотрим по листу. Почти 50 км проехал. Интересно, что проценты, конечно, другие. В прошлый раз у меня 70 км проехал, было 49%. Здесь, ну понятно, кривая другая, движения другие. То есть тут не стоит удивляться даже. Такая эффективность. 381.5 км. 6.6 км. Вот как раз 50%. Немного другие проценты. Эффективность 40 км в час средняя скорость. Круто. Чуть-чуть как будто бы лучше едут, чем в прошлый раз. То ли меньше остановок, то ли что. Не знаю. Так, обновилось. 381. 19.4. Ремейн. 6.2, 6.3. Проехал 70 км. Продолжение следует... Продолжение следует... 80 км. Так, сейчас тут небольшая рекуперация, поэтому напряжение здесь неверное. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Велик лайн Waters God OB Сто километров проехал. Такие показатели. Такие показатели... Продолжение следует... 10 проехал на улице так, проехал 120 километров что, тут уже скоро конец 3,8 там, по-моему, я разрядил самая минимальная ячейка была до 3,5 пока еще не дошло для моста ремейн еще есть по мнению Канмоста едем дальше 130 Канмост еще рисует 46 оптимистично, конечно поеду еще раз до Ильцовки скатаюсь ну, разбег вообще маленький так что ехать еще точно можно странно, почему все время повышается ремейн в Ильцовке 5 стал 4,8 ладно, смотрим дальше ну вот, 140 километров я проехал сейчас посмотрим, что у нас пока звонит на приборке 30% пишет кстати, совпадает с тем, что в Ливспай вот средняя скорость 38,7 хорошая а в Ливспай в Ливспай тоже 30% хватит, совпадает напряжение среднее 3,8 378 круто, конечно еще можно ехать и ехать чувствую, дольше проеду, больше проехал 150 километров только что загорелась лампочка низкого заряда вот такие показатели смотрим по Ливспай по Ливспай уже разбалансы приличные 125 милливольт сейчас еще обновится вот такой ехать еще точно можно так проехал 155 километров мигает 30 километров смотрим, что показали да, кстати, эффективность уже спустилась 13 на 12,9 сейчас туда-сюда ходим 12,9 13 ну разбаланс уже, конечно, большой минимальная ячейка 3,48 все равно хорошо я думаю, что я поеду до там, до какого-нибудь разбаланса типа 500 милливольт либо когда машина остановится так, ну вот проехал я 160 километров сейчас здесь полистаю какие показатели эффективность снизила действительно на 1 ну и ладно 12,9 тоже хорошо разбаланс вот, 200 милливольт нормально минималка пока 3,36 ну это еще можно жить ехал 165 километров на 164 у меня появились прочерки 7 процентов заряда пишет сейчас стал двигаться скоростью примерно 40-45 но зато много рекуперации остановок я считаю, что это примерно эквивалентно постоянное движение при 50 километров в час так, вот какой разбаланс 3,27 минималка круче еще можно ехать 5 километров точно проехал 166 появилась черепаха и начала ограничиваться мощность вот такие дела и здесь прочерки появились активность снизилась до 12,8 сейчас прокатимся еще чуть-чуть в Кан мосту я ставил 2,8 отключения наверное по 2,8 она отключится в смысле минимальная ячейка 2,8 приятное число приятное число 170 я еще не остановился я решил записать средняя скорость вот 37,5 так опали вправил разбаланс 340 330 мВ минималка 306 без нагрузки да просто ну как будто бы еще немножко можно проехать посмотрим еще выдаст вот видно преимущество Кан моста он не выдает нейтраль но сбрасывает мощность до минимума сейчас я еду на самой минимальной мощности уже все это может быть 5 кВт может быть даже меньше проехал я 174,7 осталось мне 500 метров до дома короче будет 175 возможно придется переключить машину и на какое-то время это аналогично тому что сброс батарейки вот получается такие показатели средняя скорость эффективность 12,9 смотрим что здесь у нас разбаланс даже до пол вольта не дошел удивительно оказывается очень хорошие ячейки у меня просто Nissan их недооценивает и вообще Nissan Leaf я так понимаю сильно недооценивает ячейки их можно было бы подзарядить и побольше и разряжать подальше я еду и еду уже 175,1 проехал она все едет и едет короче говоря да интересно да вот я приехал к себе домой на последних парах так сказать получился такой результат 176,4 то есть по сравнению с штатным Leaf я проехал плюс 23 24 километра плюс и это я зарядил всего до 4,15 если я заряжу до 4,2 я точно проеду еще плюс 30 наверное так что те люди которые 180 там кликнули в вопросе скорее всего были правы значит вот такие показатели давление давление плохо видно ну 2,9 короче поднялась жарко стало 24-25 градусов смотрим что поле в спае батарейка тем не менее не сильно расходится средняя 3,0 а разбаланс всего 250 милливольт вполне нормально вполне все по нулям везде вот такие дела честно говоря я сам не ожидал такого результата не знаю что это это не знаю Продолжение следует...